Китайский производитель Хавейл сообщил о том, что дилеры в Китае уже начали принимать заказы на покупку нового кроссовера Хавейл Шэньшой, который ранее появлялся под именем Монстр. Как и большинство современных моделей компании, новинка построена на архитектуре Лэмон. Модель отличается стильным купеобразным кузовом и достаточно оригинальными дизайнерскими решениями. И здесь уже нельзя сказать, что китайцы что-то откуда-то скопировали. Кроссовер получил крупную решетку радиатора, которая визуально сливается в единый блок с фарами головного света. Также на модель установлены современные ручки, которые выдвигаются из кузова паркетника. А задняя часть получила раздвоенный спойлер, который придает спортивности. По габаритам новинка близка к кроссоверу Kia Sorento. Длина 4 метра 78 сантиметров, ширина 1 метр 89 сантиметров, высота 1 метр 67 сантиметров, а расстояние между осями 2 метра 80 сантиметров. По моторам все современно. В базовом исполнении будет доступен полтора литровый турбомотор, выдающий 184 лошадиных силы. И работать он будет с роботом на 7 ступеней. А в более дорогих комплектациях будет установлен гибридный двигатель. Также покупателям будут доступны две версии на выбор с передним или полным приводом. По ценам уже известно, что на внутреннем рынке Китая модель обойдется в 132 тысячи юаней. Это в переводе на рубли ориентировочно полтора миллиона. Что же касается планов поставки модели на российский рынок, то пока не сообщается. Но с учетом кризиса других марок, появление новинки на российском рынке не исключается. К тому же на тульском предприятии бренда уже организована сборка модели Хавейл Джолион на той же платформе Лэмон. Также стало известно, что в Китае Хавейл Джолион уже получил обновление и в сети появились первые фото новинки в камуфляже. Судя по всему, он получил новую решетку радиатора, новые бамперы и другие задние фонари. Скорее всего, это небольшой фейслифтинг или очередная версия модели, которая будет продаваться параллельно с существующей. А что вы думаете по этому поводу? Очень хорошо было бы обсудить эту информацию в комментариях, поэтому давайте пообщаемся и подискутируем. Также буду рад, если вы перейдете на канал для просмотра других роликов. И конечно, приглашаю подписаться на канал и нажать на колокольчик. До новых выпусков! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова